Всем привет! Сегодня нам будут натягивать потолки и делать потолочный карниз. Хочу, чтобы прямо с потолка у меня выходили занавески, все было минималистично и красиво. Долго к этому готовилась. Карантин. Сначала думала уже до конца карантина, но в общем не могу. Когда в доме ремонт и нужно что-то делать, ты сходишь с ума, в общем-то есть компании, которые работают. В общем заказали. Вот моя комната. Еще раз покажу, кто может быть первый раз. Я начинаю ремонт с нее. Я побелила стены, просто побелила, мне ничего не нужно, просто белые стены. Сделали проводку по потолку, то есть все моменты закончены, которые нужны. Лежат полы, стены побелены, проводка сделана. Теперь нам нужно натянуть потолки и дальше уже мебель. Итак, первое с чего мы начали. Я долго думала, какой выбрать карниз. И изначально я хотела карниз просто вот здесь, чтобы он был, как я привыкла. Потому что я люблю, когда занавески очень легко ездят, чтобы они нигде не застревали. И мой опыт почему-то подсказывает мне, что потолочные карнизы, вот они не такие идеальные все. Я начала спрашивать у себя в инстаграме. И девочки мне говорят, что есть разные карнизы. Есть, конечно, трудные, а есть хорошие, качественные. В общем, там зависит от каких-то роликов. Мы это тоже с вами посмотрим в этом видео, когда привезут карниз. Сначала у меня все остановилось, потому что я думала, что карниз нужно заказывать отдельно. Алируа Мерлей у нас не работает, и другие магазины такие не работают. Но потом мне подкинули идею, спасибо вам, мои девочки, мои подписчицы, что те, кто устанавливают потолки, те и продают карнизы. Я позвонила второй раз, узнала, что да, это действительно так. Ко мне пришел замерщик. Он все померил, предложил мне варианты потолков, предложил мне варианты карнизов. Я выбрала двухреечный или двухдороговый этот карниз, ну, для тюли и для занавески. Мне больше не нужно. Я не люблю всякие канделябры, там, я не знаю, как они там называются. Мне показывали фотографии, я даже, мне вид даже не нравится, какой-то старинный. Когда висят такие какие-то, это театральное что-то, мне это не нравится совершенно. И мне очень понравился вид. Почему я вдруг поменяла свое решение по поводу карниза? Делать не на стены, а потолочный. Потому что я смотрела много дизайна интерьеров, спальни. И везде спальни, которые мне нравятся, а я на это не обращала внимания, там везде не видно карниза. Везде из потолка выходят занавески. Это прям минимум-минимум. Ничего лишнего, никаких лишних просветов там, да, и чего-то такого. Я это очень люблю и хочу в таком стиле сделать свою спальню. Итак, вариантов было несколько. Я всегда выбираю то, что попроще. Можно было конструировать здесь что-то. Я даже видосы посмотрела в ютубе, какие варианты есть. Именно под карниз делать эту нишу. Но это будет все дороже стоить. И все дольше. Короче, я люблю что попроще. Я решила просто забелить вот этот вот кусок. 20 сантиметров где-то. Мы посчитали 20 сантиметров. Я забелила вот этот кусок 20 сантиметров. Вот эти вот провода мне перенесут. Потому что когда делали электрику, он спрашивал у меня, какой у меня будет карниз. Потолочный или нет. Я сказала, что обычный. Поэтому он сделал прям вот четко здесь, да. Но придут и перенесут, немножечко сдвинут эти проводочки в ту сторону, чтобы карниз повесить сюда аккуратненько. Вот. Для этого все было побелено. В принципе, там за потолком это видно не будет. Это вообще не принципиальный момент. Поэтому мне достаточно просто побелеть этот кусок, чтобы никаких конструкций дополнительных там не выстраивать. И все. Будет натяжной потолок просто без всяких ниш. Не планируется бортиков. Планируется просто вот их затычки там какие-то. Полторы тысячи, кстати, затычки стоят по периметру. И все. Здесь у меня будет специальная люстра. Сейчас я ее покажу. Будет вот такой светильник с пластиковым плафоном. Покупала я его в Леруа. Взяла круглый. Вообще хотела квадратный, но сейчас я что-то рада, что я круглый взяла. Наверное, по фэншую он лучше. Он идет у нас с пультом. Здесь у нас холодный, горячий, яркость можно. В общем, подсветка. Все такое. Единственное, приходил мастер, и он сказал, что нужно будет просверлить здесь дополнительные дырочки вот в этой железке. Потому что то крепление, которое у них есть, оно не вот такое большое, не вот такое круглое. Оно поменьше. Я говорю, ну этого видно не будет, поэтому сверлите. Он еще говорит, что вроде бы это даже на гарантию не влияет. У них был опыт. Потолок я изначально выбрала премиум. То есть там есть вообще эконом у них какой-то. Есть чуть-чуть подороже, там ну тысяча-полторы разница. И премиум там, да, более хорошее, качественное. И чисто белый, матовый. Вот, вот и все. И посчитали мне все это с установкой люстры, карниза и потолка, посчитали мне на 11200. У меня здесь 17 квадратов. В длину у меня 5,40. В ширину у меня 3,20. В общем, вот предисловие. Ждем мастеров и смотрим, что получится. Девочки, смотрите, для того, чтобы сделать просто один потолок, сколько всяких разных приспособ нужно. Я в шоке. Интересно, сколько времени все это дело займет. В общем, я спросила у ребят, что вперед они будут делать. Они сказали, по периметру будут делать вот эти вот штуки, в которые потом заталкивать потолок. Вот, и карниз вот это вот они посмотрят. Сейчас померяют все. В общем, будут у них вопросы, они будут спрашивать. Я их закрыла в той комнате, и они, в общем, работают. Время у нас без 5,11. Посмотрим, сколько времени все это дело займет. А вот и наш карниз. Смотрите, он пластиковый. Так как мне рекомендовали, девочки, пластиковый карниз. Не железный, чтобы он там не тарахтел. В общем, двухъярусный мне достаточно, как я вам говорила. 3,5 метра. Он у них стоит 550 рублей. 5,5, 550 рублей, они его отрежут, вот, и приделают мне. Но только со мной может приключиться какая-то история. Все равно. Все для контента, как говорится. В общем, старые розетки я-то замазала все. А старые розетки, они работают вместе с новыми. Потому что здесь такая система электрики, очень странная, короче. Если бы он отключил старые розетки, то у нас бы свет. Света не было бы вообще. А мне нужны были новые уже розетки. Поэтому он включил и новые, и старые. Они вместе работают. А я забыла это. Я потом уже узнала, позвонила ему. Короче. И только одна розетка идет, провод идет сверху, с потолка. Я, естественно, все это замазала. Остальные розетки, они идут снизу. И вот рабочие сейчас ребята делают. И просто он четко попадает, сверлит и четко попадает прям в этот провод. Где старый идет. Прям четко, понимаете? Не влево, не вправо. Прям четко в него. Он спрашивает, а что? Говорит, еще какие-то есть? Я говорю, да нет, ничего нигде не должно быть. В общем, звоню нашему электрику. И он говорит, что это одно единственное место. А другие там снизу идут. Одно единственное место, где вот этот провод идет. Больше они никуда не попадут. Самое интересное, да, что вот именно в это место у нас получилось просверлить. В общем, выключала сейчас все несколько раз. Я еще видео монтирую параллельно. В общем, выбивала пробки пару раз. Кстати, хорошо, что я все сфотографировала. Я показала фотографию и увидела. Я сама забыла, что там была розетка. И увидели, что там была розетка. Итак, мои хорошие, смотрите, ребята, что сделали. Подвинули чуть-чуть провода. У меня здесь немного неровно накрашено. Но сейчас они сделают карниз. По-моему, впритык они его сюда сейчас сделают. И особо это видно не будет. А там все беленькое. В общем, вот попали они тут на те старые, которые я замазала проводку. Все по периметру сделали. Достаточно быстро все. Сказали, что сейчас будут натягивать, значит, мой потолок. А, еще для люстры вон уже сделали. В общем, будут натягивать мой потолок, а потом будут привинчивать карниз. Боже, я жду-не дождусь посмотреть на эту красоту. Вообще, хоть одна комната с белым потолком. Реально столько много инструментов. Если удастся, я посмотрю, как они будут это натягивать. Никогда не видела. Я видела что-то похожее в интернете, но на улице, кстати, дождь моросит. Пока ребята работают, я тут выбираю уже шкаф и кровать. В общем, кровать я уже определилась. Все-таки решила. А вот шкаф. Блин, девочки, мне в хоу так нравится шкаф. Марвин. Вот он он. Блин. Но он глянцевый, у них нет других вариантов. То есть, у них глянцевый фасад. Если бы он был матовый, я бы вообще даже не раздумывая брала. Потому что я тогда помню, что, знаете, это как любовь с первого взгляда. Ты заходишь, короче, и все. Вот этот Марвин кайфовый. Он стоит вот, ну, он широкий. Есть там три, по-моему, ширины. Есть. Ну, короче, 30-33, в общем, такие цены. Этот я широкий показываю. Он чем шире, причем тем круче смотрится. Вот этот 31 стоит. Который мне подходит. У него здесь вот справа полочки подвижные. Вот там вот вешается. Он реально широкий, вместительный такой. Сверху полки прям. Ну, вот я в него влюбилась. Но то, что он глянцевый, мне вообще не подходит. И других вариантов нет. К сожалению, я все узнавала. Мне для съемки на фоне шкафа я тоже буду снимать. И вот от цвета вот этот мне не нужен. И еще один момент, что на глянце видно все пятна, которые от рук будут. И не хочется все время ходить. Честно говоря. И это мыть. Поэтому я, наверное, склоняюсь к шкафу. Вот этому. Вот он. Вот он. Вот он. Только матовый белый. То есть здесь идет зеркало. А здесь идет матовый белый. Ну, вот я выберу матовый весь, чтобы сделали. Без зеркала. Ух ты. Так, работает пушка. Она горячая. Здесь все натянулось. И вот под теплом все это надавливается. Ой, надавливается. Растягивается. Здесь так жарко. А куда она дует? На кофту, чтобы не дует. Просто вот здесь гоняет, да? Я думала, что оно... Сейчас смотрю. Это очень увлекательно. Но здесь жарко. Офигеть. Ой, он уже натянулся. Боже. Комната преображает. Ладно, пусть ребята работают. Я испугалась вначале, когда пушку сильнее, еще больше включила. Это, конечно... И там так жарко. Работа, да? Вот сейчас пока они все это сделают. Лучше это делать быстро, для них же. Там очень жарко. Там как в печке прямо. Все убирают за собой. Та-да-да-дам! Девочки, девочки, посмотрите, какая красота! Так, немножко подотру. Чуть-чуть испачкали. Но они все убрали за собой, попылесосили. Так, Денька тут еще сверху. Зайка, тут очень много пыли сейчас. Коть! Ладно, короче, это бесполезно. В общем, смотрите, шикарная люстра. Я сейчас покажу, как она светится. Вот что у меня здесь. Здесь я сейчас еще подкрашу. Аккуратненько я подкрашу. Я не хочу, чтобы там, видите, было темненькое. Сейчас кисточку аккуратно подкрашу. Все это дело доделаю. Тут у меня что? Вот они вот такие. В принципе, девчонки мне кидали вот такие вот штучки. Можно уже какую-то, какую-то гардину повесить. У меня есть и гардина, есть и занавески. Ну, какую-то на время повесить, пока не закажу новое. Вот. Но все такое беленькое, красивенькое, шикарненькое. Прям мне очень нравится. Вот. А теперь, смотрите, вот он пультик. Включаем. Вау! Так, это у нас сейчас... О, вот он холодный. Это у нас white. Это у нас warm. Также мы можем, смотрите, кельвины, да, плюс самый белый. Это у меня для съемки холодный. Вниз. И также мы можем, вот, подсветочка. Вообще класс. Денька взялся, смотрите, и она так блестит красиво. Прям класс. Деньке игрушка. И, кстати, еще это дело работает вот так. Можно, смотрите, включаешь, выключаешь. Включаешь, выключаешь, и она каждый раз меняет. Вот. Ага. Одна, короче, она включила. Слушай, это не работает вообще. Вот. Включил. День, ну подожди. Нет. Короче, включил, выключил, несколько раз нажимаешь, и она каждый раз новые режимы включает. Но лучше всего от пульта. Нужно будет для пульта найти место. Короче, сейчас я все вымою, вымою все полы. Наверное, пойду искать. Да. Нет. Подкрашу, подкрашу. В общем, остаемся. Я буду доделывать. Я еще с вами остаюсь. Ну, я, короче, счастлива. Это так красиво. Это так классно. Углы надо сейчас все промазать где или помыть где. Чуть-чуть испачкали. Так. Сколько времени это заняло? Время сейчас пол третьего. 14.30, а пришли в 11. Три с половиной часа. Так, помыла окна. Деня тут играется со светом. Все помыла. Полы. Так, мои хорошие, хотела показать вам, как, в общем, я думала двумя способами прикрепить все это. Но нет, самый лучший способ, это все-таки сначала на занавеске одеть эти крючки. Я одеваю специально, вымерила, чтобы более легко, чтобы не мешал вот этот кусочек, чтобы не мешала занавеска ездить вот этим вот роликом, да, она должна быть чуть-чуть пониже. Ну, я так думаю. Поэтому у меня идеально входит на вот эти три петельки. И вот через каждые там три я вешаю все это дело. Вот так вот. Повесила, повесила, повесила по всему периметру. И теперь лезу наверх и все это одеваю. Там заглушки у меня сейчас нет. И, по-моему, здесь тоже нет. Ну, ее можно будет купить, но, в принципе, может, она и не нужна будет. Потому что здесь, видите, там дырочки. И просто засовываю под определенным углом. Вот. Я думаю, что так просто она не будет выскакивать, потому что ее нужно наклонить, чтобы она выскочила. Но я все равно заглушки потом куплю. Сейчас одену и покажу, как это смотрится невероятно. Жарко, батарея фигачит. Одела занавеску задом наперед. Я сейчас матерюсь, потому что, чтобы мне ее одеть, мне надо залезть на подоконник. Малыш прыгает, мешает, мне жарко. В общем, сейчас буду менять ее, злая. Ну, теперь смотрите, как это шикарно смотрится. Какие сразу стали огромные окна. То есть это было раньше маленькое окошко, а теперь это огромные красивые окна за счет занавесок, которые выходят прям с потолка до низа. Вообще совершенно другое ощущение. Ощущение огромной, объемной такой комнаты. Большой прям сразу. И окно вот это прям, знаете, кайф. Кондиционер надо еще поставить. Так, смотрите, я сейчас не сделала гардины, потому что гардина, оказывается... У меня нет той гардины, которую я хочу. Вообще я хочу там взять одну в Икее. Мне очень нравится. Их нужно несколько штук, 5-6. Они такие прозрачные, очень классно смотрятся. Это я буду покупать в Икее. У меня есть одна гардина, но она испачканная клеем. Поэтому я не стала ее вешать. В принципе, сейчас мне что нужно, это только завесить окна от света. Когда мы будем спать, потому что у нас бьют софиты за окном. За мной следят, как за звездой. Я шучу. Просто у нас очень сильно освещается, и там дорога с той стороны. И поэтому даже ночью хорошо закрывать занавески. Это тоже вариант этих занавесок. Вообще это не тот вариант, который я хочу сюда. У меня здесь будет нежно-молочно-кремовые занавески. Такие немножечко, может, будут уходить в такой серо-бежевый цвет. Это я вам тоже потом покажу. Но пока это единственные занавески, которые сюда подходят. Они даже еще все равно длинноватые. Видите, по полу там. Телепаются. Но сам смысл, вы понимаете, да? Потом. На мое удивление, как оно двигается. Шикарно. Просто шикарно, девочки. Вот, закрыла. Но вообще стена 320, и сюда нужно три такие занавески. По-хорошему. Или даже четыре. Чтобы с одной стороны две, и с другой. Чтобы равномерно все было. Свет, да. Денечка, свет. Вот такой вот ночничок. Класс. Холодные. Теплые. В общем, любые. Еще я думаю над идеей, как бы красиво скрыть мне батарею. Смотрела всякие идеи. Есть такие деревянные красивые решеточки. Но не знаю, не знаю. Хочу, нет. Буду тоже думать, как скрыть батарею. Так, чтобы она не забирала место. И было, чтобы это просто. Вот. Что еще? А, плинтуса. Также уже можно сделать. И вот там вот у нас не хватило линолеума. Там мы его доложим. Или я еще буду думать, что я там сделаю. Ну, в общем, будет все это дело очень красивое. В общем, я полностью довольна. Все сделано идеально. Ребята сделали все быстро. Думаю, что они приедут в следующий раз ко мне делать другие потолки. Именно так я все и хотела. Это полный минимализм. У меня такого никогда не было. Я довольна полностью карнизом. Вот этим я переживала, что будет плохо ездить. Все хорошо ездит. Выглядит именно так, как я ожидала. Все очень-очень классно. В общем, я довольна. Я человек очень изменчивый. Все время люблю менять цвета. И я считаю, что белый цвет это базовый. На который можно добавлять любые цвета, которые вы хотите. Хотите кофейно-белый. Хотите бежево-белый. И за счет того, что мы меняем занавески. Меняем коврик, например, на полу. Меняем какие-то аксессуары, покрывало, постельное белье. То у нас из-за этого очень меняется сразу цвет. То есть, и это большая разница. Бело-бежевая, либо бело-синяя. Абсолютно не под эти занавески. Я подбирала это покрывало. Просто сама по себе. Красивый цвет. Ну, более-менее подходит. Это, конечно, покрывало ярче, чем эти занавески. Но, например, вот сейчас, да, это может сочетаться. Я также могу выбрать очень классный синий цвет, который тоже будет шикарно подходить. Белый с синим. Белый с бежевым. Белый с коричневым. Зеленые оттенки. Какие хочешь. И все это за счет занавесок, покрывало и коврика может меняться. Что там? Вот. Кровать у меня будет белая. Шкаф у меня здесь будет белый. Тумбочки будут белые. Телевизор белый. И здесь я еще думаю тоже сделать тумбочку белую. Ну, в общем, все в процессе еще, что у меня будет в спальне. Но пока что так. Пишите ваши комментарии, как вам. Нравится, нет. Мне очень нравится, что нет ничего лишнего. Будет минимализм. В общем, вот такие дела. Все. Надеюсь, мое видео было полезным. Если так, обратно, ставьте лайк. Я сейчас немножко, если странно говорю, то у меня просто это... Я то ли кофе перепила, то ли я просто перепрыгала. У меня что-то сердце хватает. Вот. Поэтому, в общем, я все равно довольна. Очень, очень довольна. Очень радостно. У меня прям внутреннее счастье какое-то. Вот. Я довольна всем. Я довольна, как я решила вопрос с этими потолками. Довольна, какая у меня люстра. Вот. Выбор отличный. Кстати, еще вот этот вот потолок, он достаточно, ну, как бы, знаете, такое зерно такое видно. Есть более мелкая зернистость, знаете, а есть более крупная. Вот в премиум она такая обычная зернистость. Была у них более мелкая, но от того, что у меня вот такой светильник, да, то есть не лампочки, которые светят вот так, а вот такой светильник, за счет этого может быть особо и не видно. То есть зернистости не видно вообще. Просто белая и все. Поэтому я не стала брать дороже этот, дороже потолок, который мне предлагали тоже. Я взяла вот этот. Все уже потемнело. Наконец-таки видно, насколько освещается комната. Сейчас я хочу проверить 100%. Вот сейчас 100% полностью освещается комната. В принципе, достаточно, достаточно светло. Особенно вот здесь, в этой части, да. Вот здесь немножко как будто не так уже подсвечивает. Вот там почему-то ярче. А, тут, наверное, отблеск идет от вот этих вот моих занавесок. Темная тень большая, да. Будут светлые занавески, тут тоже будет светло. Свет же отражается, точно. Вот, теперь я хочу посмотреть на 50%. Вот так вот. И на 20%. Подсветка такая, да. Это у нас все cold, по-моему, да. Так вот, cold на 20%. Warm. Ой, какая красота. Это на 100%, на 50% и на 20%. Прям вот миленько очень. White. На 100%, на 50% и на 20%. Слушайте, ну, мне нравится прям вот cold, если брать, да, на 20%, классный. И warm на 20%, очень классный. Красиво, зайчик. Держи. Прям вечерняя такая обстановочка, чтобы не било в глаза. И мы будем лежать, кстати, да. А ну давай ляжем. И такая красивая люстра у нас будет перед глазами. Девочки, еще. Помимо того, что я вам включала, 20% и 50%, здесь можно еще сделать тише. Вот смотрите, 20%, да. То есть 20, 50 и 100. 20 вот. А вот если на малень... Ну, жмешь еще, то есть она еще, 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 еще. То есть вообще вот такое, видите, романтик, вот самый минимальный. Сейчас, зайка, а вот холодный, давай самый минимальный холодный сделаем. Вот он, как вообще. Так это можно, в принципе, включить. А если вот, смотрите, выключаю, а теперь включаю, она включается на последний. То есть, когда ложимся спать, можно вот так вот включить и даже что-то достать и не разбудить ребенка. На. Я теперь знаю, что в детской тоже нужна вот такая лампочка для него обязательно. Очень мне нравятся эти углы, просто ровные углы. Я просто невероятно вот просто каждый раз смотрю и кайфую от этих углов. Шикарно. Все, мои хорошие, пишите ваши комментарии. Обязательно ставьте лайк, если понравилась идея. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Впереди кровать, белая красивая кровать и шкаф. Тоже все это будем покупать, собирать и показывать, как это все дело смотрится. Плюс еще тюль. Но я каждый раз во влогах своих буду показывать вам, как, в общем-то, смотрится квартира, комната. Вот. Так что такие дела. Все, люблю вас, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok